Взыскать солидарность Галями Юрьевича, Евгения Нижданова, Ивана Юрьевича, Нового Владимира Станиславовича, Навальба Алексея Анатольевича, Соболь Любови и Глобовны, Соловьева Александра Юрьевича, Степанова Олега Олеговича, Яшина Ильева Олеговича, в пользу государственного бюджетного учреждения города Москвы в Томбельной дороге 3 миллиона 402 тысячи 148 рублей 91 рублей. 3,5 миллиона рублей за помятые газоны и вытоптанные кусты смородины на Садовом кольце во время протестной акции 27 июля в Москве. Суд обязал Илью Яшина, Алексея Навального, Любовь Соболь, Юлию Галямину и еще пятерых оппозиционных политиков выплатить компенсацию государственному учреждению автомобильные дороги. Я считаю, что несмотря на то, что цифра с 12 миллионов уменьшена до 3 миллиона 400 тысяч, мы все равно считаем, что решение незаконно, потому что никаких доказательств того, что именно наши доверители являются виновниками тех повреждений, которые были нанесены городу, той стороной не представлено. Это неважно на сегодняшний момент, сколько 12 миллионов или 3 миллиона 400 тысяч, тем не менее, да, наша страна абсолютно невиновна, и мы будем обжаловать это решение в любом случае. Но мое за что вы делаете! Позор! 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 Изначально бюджетное учреждение автомобильной дороги хотело взыскать с оппозиционных политиков 11,5 миллионов рублей. По словам представителей компании, дороже всего было восстанавливать Пушкинскую площадь. По их словам, там протестующие сломали более восьми сотен кустарников. Адвокаты оппозиционеров не согласны с позицией представителей автомобильных дорог. Их экспертизу они считают некомпетентной. Они притащили некое заключение таежной, какой-то таежной дендрологической станции, которые в Москве-то там, может быть, ни разу не были, и уж точно по этому делу, но дали заключение, что вот, да, что-то вытоптали. Самих оппозиционных политиков 1 октября на суде не было. Еще во время первого заседания по этому делу 11 сентября Илья Яшин, один из ответчиков, отказался участвовать в рассмотрении иска. По его словам, из-за предвзятости судьи. Это так отдаленно напоминает судебное разбирательство. Судья даже не пытался скрывать свою заинтересованность, ну как заинтересованность, так как запрограммированность этого процесса. Он гонит процесс, он отклонил абсолютно все ходатайства, которые были заявлены защитой всеми адвокатами, и удовлетворил абсолютно все ходатайства, которые были заявлены ГБУ. 27 июля москвичи собрались перед зданием мэрии, чтобы потребовать регистрации независимых кандидатов в городскую думу. Полицейские выдавливали протестующих в переулке и избивали. В тот день задержали около полутора тысяч человек. Артем Радыгин, Алексей Зыков, Радио Свобода, Москва.